Мэрия отдала в аренду 35 участков под елочные базары. Договоры действуют с 1 по 31 декабря 2022 года. В погоне за быстрой прибылью торговцы нелегальными деревьями заняли муниципальные участки без разрешения. Управляющий орган где? Вы? Пойдете, отойдем с вами. Кемеровская область. Не сильно прибыла из Кемеровской области. Должна быть товарно-транспортная накладная. Она у нас есть. До продавца она имеется. Карантинный сертификат я вам скину? Хорошо сейчас? В электронном формате? Хорошо, можно. Отлично. Сейчас я поставщику позвоню, он вам скинет. Хорошо. Всего доброго. Сейчас подожди, с 5 минут камеры можно убрать, да? У продавца с этой точки не хватает только одного документа для подтверждения законности продажи елок. Мужчина пообещал предоставить документы инспекции в течение ближайших двух часов, и тогда ему не будет грозить административная ответственность. А министерство проводит ежегодные рейды. Министерство усиливает количество патрулирований к Новому году. Министерством издан приказ об охране хвойных молодняков. На территории Новосибирской области действует 30 мобильных патрульных групп в составе органов МВД. Вообще у нас высокое количество патрулирований, количество незаконных рубок в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизился более чем в три раза. Была изъята незаконно заготовленная древесина, новогодние ели в Колыванском лесничестве. В настоящее время древесина изъята и проводятся следственные действия. Более двухсот штук деревьев. Нелегальных продавцов елок могут привлечь к административной ответственности, наложить штрафы и конфисковать товар.